МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во вторник полпред побывал на одном из камчасских рыбоперерабатывающих заводов. Генеральный директор предприятия показал Юрию Трутневу производство. Семь береговых заводов холдинга в Усть-Большерецком и Соболевском районах ежесуточно способны перерабатывать 1200 тонн сырца. Здесь выпускают продукцию, которая идет на внутренний российский рынок и за рубеж. Какая рыба самая? Самая вкусная. А ты не знаешь, что? Чивыча, вот она, чивыча, королевская. Здесь же, в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района, прошло совещание. Обсуждали Красную Путину этого года. Сохранение популяции камчатского дикого лосося и проблемы с браконьерским промыслом. Глава региона рассказал, что на западном побережье рыбалка успешно стартовала. С восточным не все так просто. Северо-восток, река Камчатка, такая проблемная зона, потому что были большие, но по оценке науки сейчас может падение быть. Поэтому в этом году мы беспрецедентные меры приняли по пропуску. Но вот, как Илья Александрович докладывал уже, к сожалению, пока задерживается подход. Вчера пошла? Вчера пошла, да. Вчера устьевой научный сплав показал вылова. Закрыли не вода, сняли центральную. И вчера вечером был заход нефки. Ну, такой уже хороший, то есть поздняя форма. Камчатка лидирует среди дальневосточных регионов по вылову морских биоресурсов. Но есть проблема. В районе Северных Курил пограничники ежегодно обнаруживают в море браконьерские дрифтерные сети, которые перекрывает стадам красной рыбы, путь на нерест в Камчатские реки. По итогам визита Юрия Трутнева на Камчатку будет подготовлен перечень поручений. Пол предпочеркнул, что рыбная отрасль должна работать стабильно. И это в интересах жителей всего региона. Ольга Семенова, Иван Родин, информационное агентство Камчатка. Рассчитать реальный ущерб, а всех, кто отводил глаза от нарушения закона, наказать. Полномочный представитель президента страны разбирается с вырубкой леса на Камчатской нерестовой реке. Вместо деревьев, кедрового, стланника и прочей растительности – голая земля, изъезженная техникой. На подлете к реке быстро и отлично видно, насколько близко к берегу прошла вырубка. Масштаб рукотворного бедствия полпредпрезидента оценивает и с воздуха, и на самом участке работ. Вон речка течет. Вот рядом леса вырублены. Вот это все навалом. Вот здесь подрезано кромк грунтов. Здесь нарушено все, что только возможно. И все это ради 940 килограммов золота. Лицензию на добычу открытым способом выдали камчатской компании ООО «Дальстрой» еще в 2017 году. Но о вырубке лесов на берегу нерестовой реки стало широко известно только этой весной, после публикации жителей Камчатки в соцсетях. И сразу же последовала реакция нового главы региона. 26 мая, когда, собственно, были сигналы по вырубке, я лично обратился и в природоохранную прокуратуру, и к прокурору, и в генеральную прокуратуру, и в Росприводнадзор. Начались внеплановые проверки. Природоохранная прокуратура выявила множество нарушений. Лесной участок вырублен на 7 гектаров больше, чем положено. Лесные насаждения не убраны. И не сделана рекультивация. Значит, нами было привлечено к административной ответственности юридическое лицо. Перечисленные нарушения связаны с ведением работ. Но законность выдачи лицензии также предстоит проверить. Этим займутся прокуратура и следственный комитет. Надо оценить действия всех должностных лиц, которые вот таким образом, рядом с нерестовой рекой, выделяют под 900 килограмм лицензии золота. В Камчатке говорим, что уникальная территория, что сюда людей можно приглашать со всей страны. Все, кто принимал меры адекватные, спасибо. Все, кто отводил глаза куда-то вставлены, будем рассматривать почему на эту деньги. Юрий Трутнев поручил рассчитать ущерб нанесенной природе и бюджету, учитывая все факторы – от выдачи лицензии до нарушений при работах на реке Быстрой. Кроме того, в Рио губернатора края сообщил, что обратился к министру природных ресурсов России. Владимир Солодов предложил сделать обязательным учет мнения регионов при выдаче разрешений на подобную деятельность. Залина Корбанова, Дмитрий Былков, информационное агентство «Камчатка». Источник средств, недостающих для строительства краевой больницы, найдут до конца этого года. Об этом полпредпрезидента сообщил после совещания с Рио губернатора и правительством региона. Деньги, которые мы смогли выделить по линии Министерства по развитию Дальнего Востока, мы сохраним, некоторое количество финансирования сможет выделить субъект. Мы об этом тоже с Владимиром Викторовичем говорили. Но у нас там несколько больше трех миллиардов не хватает на день сегодняшний. Буду просить председателя правительства Российской Федерации. Я вот другой сейчас, другого выхода не вижу. Но в то же самое время, я уже тоже Владимир Викторович говорил об этом, я считаю, что мы обязаны с ним до конца текущего года решить эту задачу. Ремонт основной трассы, строительство ФОКа и круглогодичная занятость населения. Общественники Узбаширецкого района внесли предложение в программу развития Камчатского края. Вы предложили вот такую идею, понятно, кому она нужна, понятно, как ее реализовывать. Если есть возможность ее реализовывать, то в чем без нее реализовывать? Выездная сессия Центра развития Камчатки, созданного по инициативе Владимира Солодова, прошла 14 июля в здании местной администрации. Около 30 инициативных жителей Узбаширецкого района, в том числе и руководителей общественных организаций, высказали, с какой они видят комфортную жизнь в своем муниципалитете, обозначили основные проблемы местных поселений. Дороги наши, потому что логистика в ужасном состоянии. Если с дорогами хоть что-то сдвинется с мертвой точки, я думаю, это будет очень хорошо. Потому что строить 5 километров в 3 года, ну это никуда не годится. Молодых специалистов мы никаким образом не привлечем, пока не начнем строительство для молодых семей. Потому что это, ну, кость, так сказать, в нашем районе. За последние 30 лет мы не построили ни одного дома во всех шести наших поселениях. В числе озвученных предложений – совместное финансирование строительства дорог краевыми властями и частными предпринимателями. Создание спортивной школы-гостиницы, в которой круглогодично могло бы работать местное население. Оптимизация использования медицинского автопарка, социальными службами и службами здравоохранения. Основная, ну, такая штука в этой методике. Мы заставляем, ну, в кавычках заставляем, людей друг с другом разговаривать и согласовывать свое представление о том, как должен быть устроен мир. Также жители муниципалитета высказались за повышение доступности медицинской помощи в районе, строительство объектов для занятий спортом, создание условий для круглогодичной занятости населения на предприятиях. Мы обсудили очень многие проблемы нашего Узбаширецкого района, не только именно села Узбаширецк, а всех сел Узбаширецкого района. И оказалось, что проблем достаточно много. Заинтересованность в нас есть. Поэтому вот на сегодняшний момент я благодарна Владимиру Викторовичу за то, что он обращает внимание на наши проблемы, что я считаю, что это его заслуга на сегодняшний момент, что эти проблемы озвучиваются, люди задумываются. Все наработки будут переданы главе региона, Владимиру Солодову, для создания программы социально-экономического развития Камчатского края. Подобные встречи с населением уже проходят в Петропавловске-Камчатском, выездные сессии состоятся и в других районах Камчатского края, в том числе отдаленных. Четверо из пяти детей, родившихся на Камчатке, в первые годы жизни нуждаются в медицинской реабилитации. Поэтому в детских поликлиниках активно развивают специализированные отделения. Этим летом в Петропавловск поступило новое оборудование. Подробности далее. Движение должно быть плавное, не быстрое. Вы сначала адаптируйтесь к тому, как этот катер, от ваших движений, что он будет делать. Одновременно забава и лечение. Такими и должны быть медицинские аппараты, предназначенные для маленьких пациентов. Новое оборудование, как будто снабженное игровыми приставками, поступило в реабилитационное отделение детского медучреждения. Но пока тренажеры только тестируют. К сожалению, коронавирус нам помешал выполнить на полную мощность все наши желания, так скажем, по оказанию помощи детям. Около 25% в этом году выполнено. В обычном режиме реабилитологи крупнейшей детской поликлиники оказывают помощь пяти сотням пациентов в год. И сейчас все готово к началу процедур, в том числе новые беговые дорожки. С их помощью можно тренировать, снимать напряжение и проводить диагностику. Мы можем проанализировать его походку, провести коррекцию с помощью определенных процедур. Это и физиопроцедуры, это и процедуры лечебной физкультуры. И после этого провести вторичную диагностику и увидеть результат лечения. Необычные тренажеры приспособлены для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы, в том числе тяжелой степени. Сюда ребенка, с ДЦП, можем в эту систему одеть этот пояс, закрепить подвесную систему, на грудь одеваем ему датчик. И с помощью этого датчика, с помощью программы, заложенной в этом компьютере, мы можем контролировать его чистоту сердца. То есть давать нагрузку и контролировать эту нагрузку от максимального или минимального сокращения сердца. Еще одна новинка – стабилометрическая платформа. Она и вовсе похожа на аркадный игровой автомат. От того, как человек давит на датчики, зависит направление движения катера на экране. Катер собирает разноцветные кристаллы. А аппаратура и врачи тем временем оказывают помощь пациенту. При, допустим, нарушении осанки мы видим изменение мышечных групп. Одни будут напрягаться, другие расслабляться. Когда мы человека поставим на платформу, с помощью того, что он будет давить на точки, на определенные на этой платформе, у него будет перераспределение мышечного тонуса, и у него будет в результате улучшаться наша осанка. Даже если ребенок не способен стоять, он сможет заниматься на этом тренажере, просто сидя на стуле. Он нажимает также ножками на определенные точки на платформе, и у него также двигается кора. То есть с помощью вот этой программы мы улучшим общее координаторное действие такого ребенка. Дополнительное реабилитационное оборудование появится и во второй детской поликлинике Петропавловска, после того, как там завершится капитальный ремонт. Кроме того, в этом году елизовские реабилитологи отправятся учиться новым видам медицинской помощи. Залина Корбанова, Анжела Николюк, Наталья Филиппова, информационное агентство «Камчатка». И в завершении выпуска. «Камчатка» постепенно выходит из карантина. Начинают работать летние веранды и кафе на открытом воздухе. Предприниматели закупают средства защиты и замеряют расстояние между столами. Надо начинать постепенно и будем смотреть, как это дальше будет развиваться. Мы готовы, если что, даже и расширять летники, чтобы дать людям возможность отдохнуть. Потому что осталось до конца лет совсем немного, уже полтора месяца и все. И уже погода вроде не та, и уже настроение осень, поэтому как-то так. Основные требования – это постоянная дезинфекция всех поверхностей и расстояние между столами в полтора метра. Поэтому многие кафе и рестораны Камчатского края уже обустраивают террасы на прилегающих территориях. Пока для предприятий общепита это единственный шанс снова вернуться к работе. Многие горожане поддержали инициативу главы края ослабить ограничительные меры. Конечно, открытие летних веранд – это уже правильное решение. Жаня Солодова, он молодец, но я считаю, что уже нужно открывать больше видов деятельности, давать предпринимателям работать. Люди устали уже все сидеть по домам, у кого нет дач, поэтому очень хорошо, что можно вечером посидеть в летнем кафе. Погода позволяет, лето нас радует. Конечно, поддерживаю. Вообще я приезжая, поэтому хотелось бы, конечно, сходить куда-то в кафе посидеть, посмотреть красоту вашего города. А зайдя в торговый центр, все везде закрыто, поскорее бы уже открыли.